Всем привет! Это FreeStudio21.com. И поскольку были просьбы вернуться к переводам на английский язык, я решила вернуться. И перед нами несколько предложений. Я специально выбрала такие умные, если угодно, фразы о соцсетях, об языке и всё такое. Здесь не так я буду блистать своими знаниями грамматики, наверное, как просто. Это попытаюсь перевести, когда действительно текст немножко заумный. Вот что делать, как поступать, всякие дискурсы, когда появляются. В общем, вещи, которые, ну скажем так, слова, которые мы каждый день не используем. Вот что делать, как с ними быть. Все предложения взяты с ресурса Батенька.ру, поэтому можете зайти. Там масса умных статей, если вы такое любите. Итак, первое. Дискурс, который формируется в социальных сетях, способен сконструировать взгляд целого сообщества на определенную проблему. На первый взгляд, сначала даже по-русски надо попытаться вообще понять, о чем идет речь. Итак, радостная новость в том, что в подобных опусах очень много слов, которые в английском звучат абсолютно так же точно, и более того, значат то же самое. Вот, в частности, слово «дискурс». Вот, «дискурс» — латинское слово, поэтому оно во всех языках значит примерно то же самое. Итак, ну начнем по-простому. «Дискурс» да и «дискурс». Переводим, поставим артикль «the», «the discourse», а далее у нас «который» формируется в соцсетях. Значит, это явно у нас «нoun phrase» какой-то или что-нибудь такое, но здесь надо понимать, что это не просто «нoun phrase» или «нoun clause», как кому больше нравится. Это, к тому же, здесь еще «passive», потому что формируется. Что значит «формируется»? Его формируют. «Passive structure» напишем так. Я даже не буду писать «passive voice», потому что «passive voice» — это частный случай. Здесь можно употребить «passive voice», а, возможно, можно какой-то оборот придумать или что-нибудь такое. Слово «способен» как бы намекает на то, что здесь, скорее всего, будет какой-то модальный глагол или вообще модальная какая-то структура. Не обязательно «can», может быть «able to», тем более «способен», очень просится «able to». Далее, «сконструировать взгляд целого общества» или «сообщества», точнее. «Сконструировать взгляд» — готовая фраза, которую, по большому счету, достаточно в словаре глянуть, и все. Этого даже можно не думать. Далее, «целое» как вариант, но «сообщество» здесь, скорее всего, будет «community», а не «society», потому что «society» — это общество. Здесь, скорее всего, «community». И далее на определенную проблему. Здесь есть завуалирована одна проблемка. Дело в том, что, когда мы начнем переводить, у нас получится, что «конструируем что?» — вот это главное слово. А потом у нас будет притяжательный какой-то падеж. Какой? Взгляд какой? Целого сообщества. А потом у нас продолжение на определенную проблему. То есть взгляд на определенную проблему связан с вот этим. Вот это вот. Оно сюда продолжается. Вот наше основное дополнение, условно говоря. А вот это целое сообщество, оно его разрезает, вклинивается, и нужно будет как-то от него избавляться. Или вынести вперед, или поставить в конце. Но ни в коем случае нельзя вот так оставлять, как здесь у нас оно стоит. Допустим, возможно, «complex object» какой-то можно придумать. Возможно, я даже не знаю. Ну, посмотрим. Возможно, «for to infinitive structure» может быть. Ну, пора экспериментируем. Итак, сначала попробуем просто. The discourse. Дальше я ставлю запятые. Дальше. When she is formed in social media. Значит, который формируется в соцсетях. Здесь очень большое искушение перевести как social networks. Потому что сети. Мы привыкли, что сети — это networks. Но дело в том, что о чем здесь идет речь. Здесь идет речь о средствах информации. Поэтому все средства информации — это media. Social media — это расхожий штамп. Просто нужно знать, что соцсети в самом общем смысле слова — это social media. Теперь дальше. Есть еще одна проблема. У нас стоит предлог in. Обычно, когда говорят о media, говорят on, а не in. Но с другой стороны, у нас же все-таки сети. И поэтому у нас возникает такая дилемма. Что ставить? Ну вот попробуем сделать вид, что мы вообще не знаем, чего нам ставить. Вот on или in. Что мне делать? Можно поступить очень примитивно и очень просто. Залезть в словарь и вбить сначала in social media и on social media. Посмотрим, что у нас будет. Вбиваем сначала in social media. Это мультитран. Как вариант. Не обязательно именно им пользоваться. И вот у нас вариантов вроде нет, но мы все-таки посмотрим. Ага, вариантов у нас нет. Он выдает отдельные слова, нам это не подходит. Попробуем еще. On social media. И что мы видим? Вот у нас сразу выскакивает в выдаче on social media в соцсетях. Вот таким вот образом. То есть, если у меня нет приличного словаря под рукой, значит я могу это сделать в Google, в мультитране, в Cambridge Dictionary или в платных словарях, если они у меня имеются. Поэтому in мне здесь не подходит, я себя проверила, можно он ставить. Далее, способен и дальше чего-то. Значит, способен я, наверное, не буду ставить can. Я поставлю is able to. Мне хочется так. Почему обязательно нужно ставить can? Но как вариант, можно, конечно, поставить can, если очень сильно хочется. Is able to. А дальше начинается самое интересное. Значит, что такое сконструировать? Сконструировать. Мы говорим сконструировать, но если в английском языке посмотреть, сконструировать в словаре, это чисто технический термин. Сконструировать можно машину, сконструировать можно какое-то устройство. Но никак не взгляд. Взгляды формируются. Поэтому здесь будет очень логично поставить form. Можно еще create как вариант. Но с create нужно тоже аккуратно быть, потому что не всегда его можно ставить. И я не уверена, допустим, в данном случае можно ли ставить create. Возможно и можно. Я не спорю. Но если вы знаете как, можете написать в комментариях. Теперь, перед тем, как спешить ставить взгляд куда-нибудь, нужно решить вопрос вот этим целым сообществом. Это, по сути, притяжательный падеж. Я поставлю сейчас апостроф s и сразу же напишу его здесь, первым. А потом уже скажу, получится так, целого сообщества взгляд на определенную проблему. Мы так не говорим. Но в английском это будет нормально. И поэтому to form и далее, как ни в чем не бывало. The whole communities. А далее взгляд. Как можно сказать взгляд? Можно просто view. И это будет правильно. А можно сказать красиво. Способ смотреть, если угодно. Мне очень нравится выражение way of looking. Почему бы и нет? Пусть мое предложение будет длинным. Тем более, после looking точно ставится add. Допустим, view я тоже не уверена, что мне ставит. То ли add, то ли on. А вот way of looking точно add. Поэтому я ставлю add. И далее у меня остается определенная проблема. И здесь все логично. As certain. Certain это определенное. И далее тоже могут быть варианты. Может быть problem. И может быть issue. Никогда не нужно забывать, что problem есть синоним. Совсем не обязательно везде это ставить. Если я не хочу, не проблем не ищу. Я могу сказать просто thing. As certain thing. Это будет очень разговорно. И очень так, ну, по-уличному. Но, тем не менее, это можно делать. И далее мы ставим точку. Итак, какие у меня здесь могут быть осложнения? Я поставила way of looking, потому что я уверена, что после looking должно быть add. Но что, если я хочу все-таки view поставить? Что мне делать? Опять же, старый проверенный способ. Идем в словарь, вбиваем слово view и далее вбиваем слово on, если, допустим, я уверена. И вот первое, view on an issue. Все довольно легко и просто. Ну и точка зрения по вопросу. Вот оно. Даже media уточняет, что это очень медийный такой термин. Как раз то, что нам надо. Поэтому view и дальше on. Вот здесь. Теперь еще раз посмотрим на все предложение целиком. Ну, если меня такое устраивает, в принципе, почему бы и нет? Нормальное предложение. Можно оставить все как есть. Но, допустим, мне не нравится что? Мне не нравится немножко громоздкое вот это the whole community's view on a certain problem. Или же we are looking at certain problem. Далее. Следующее. Which is formed on social media. Не хочу which. Не хочу noun structure. Вот эти вот. Как-то тоже хочу убрать. Можно ли убрать? Конечно, можно. И можно сказать так. Так. Начало будет то же самое. The discourse. Далее. Я сделаю структуру с past participle. То есть формируемое. Или сформированное. Скажем так. Здесь можно being formed поставить. Как вариант. То есть как бы формирующаяся прямо сейчас на наших глазах. А можно просто formed поставить. Это абсолютно то же самое будет. Технически я имею в виду. Смысл будет чуть-чуть разный, конечно же. Далее. On social media. Здесь все без изменений. Далее ставим вторую запятую. Ибо это в одной элемент. И далее я возьму. И не просто скажу is able. В принципе это правильно. Но я хочу как-то сделать более человечно. Поэтому я сделаю так. Is quite able. Не забываем, что modifiers делают предложение более цивильным. Поэтому is quite able. И далее to form. Опять формировать. Здесь у нас нет вариантов. А далее я сделаю так. Вот это the whole community. Я уберу в конец. И начну с way of looking. Или view on. Или как еще. Но. Я еще что добавлю. Этого нет написанного в предложении. Но это подразумевается. То есть дискурс способен сконструировать взгляд целого сообщества. Какой взгляд? Ну один взгляд. Или другой взгляд. Или как еще. Поэтому я немножко займусь творчеством. И добавлю так. To form one or another. Я возьму это в скобочки. Далее. Можно оставить way of looking. Как и было. Но можно. Я не хочу way of looking. Я хочу perspective. Вот есть еще очень интересное выражение. Это по сути синоним. Но тем не менее. Perspective. Далее мы ставим to. Далее. a certain, допустим, issue. Пусть будет. А далее мне же нужно еще поставить whole community. Поэтому что я беру дело? Я беру, ставлю for. Для. Для целого сообщества. И for the whole community. И вот у меня второй вариант. Он не стал, естественно, короче. Он стал немножко сложнее. С точки зрения грамматики. Но мне больше такое нравится. А почему? В принципе, можно было убрать one or another. Ибо это абсолютно мое творчество. И тогда он у меня даже короче получится немножко. Ну и оно какое-то вроде бы как более читабельное что ли. Я не уверена. Но вроде. Но мне так во всяком случае и кажется. Далее второе. Как и в любой системе, язык вычленяет знак как базовую единицу. Кирпичик. Из которого выстраивается стена языковой коммуникации. С чего начать вообще? Значит, здесь у нас метафоры появились. Ничего страшного. Не надо их бояться. Нужно единственное помнить, что то, что приемлемо и привычно в нашем языке, может быть абсолютно непонятно в английском языке. Поэтому нужно знать, как примерно, какая метафора будет переводиться. Не нужно ни в коем случае. Это роковая страшная ошибка переводить дословно. Итак, начало у нас такое наукообразное, если угодно, как и в любой системе. Здесь все просто. Кстати, большой плюс вот этого научного и псевдонаучного текста как раз в том, что переводить его довольно просто. У нас нет вот этого колоссального разброса вариантов слов, чего поставить. Можно able, можно can, можно perspective, можно view, можно opinion или еще чего-нибудь. Здесь такого не будет. Like in any other system, как в любой другой. Можно сказать like in any system, то есть other не обязательно было ставить. Можно сказать like in every system, тоже нормально будет. Далее проблема со словом язык. Дело в том, что язык это не обязательно language. Это может быть speech. И поскольку мы говорим о social media, мы говорим о средствах информации, о выражении мнений, поэтому здесь я думаю, но это лично мой opinion такой, я думаю, что здесь не language, здесь все-таки speech. Поэтому мы поставим the speech. Я не уверена, что обязательно the перед ним надо ставить. Возможно, и не надо. Я сомневаюсь. Ну ладно, пусть будет. The speech. И далее вычленяет. Что это за вычленяет такое? Вычленяет это выбирает, по сути. Поэтому не надо бояться этих умных слов. Здесь будет select. Всего-навсего. Select, поскольку третье лицо единственного числа, поэтому мы s ставим. И далее вот это, муть какая-то, знак, как базовую единицу. Что за знак? Какой знак? Чего знак? Ну базовая единица еще, допустим, ладно, basic unit. Это стандартная фигура речи. А вот что за знак? Это очень интересный вопрос. И вот ситуация, когда я понятия не имею, что автор написал. Я не вижу контекста, я не знаю, о чем идет речь. Но вот мне попросили перевести. Как быть? Если есть возможность избежать вот этих лишних слов, мутных каких-то, их нужно избегать. Поэтому я сделаю очень нагло. Я проигнорирую слово знак, потому что я вообще не знаю, о чем идет речь. И я напишу так. Вычленяет какую-то базовую единицу. Что-нибудь такое. Смысл тот же самый. Или почти тот же самый. Я поставлю слово some. Some basic unit. Вот это вот и есть базовая единица. И далее, значит, какой-то там кирпичик по-девизной, куда оно относится, из которого выстраивается стена. Ага. Значит, как с этим кирпичиком быть? Надо это передать. Потому что базовая единица, будем говорить, это, скажем так, основной кирпич, из которого выстраивается система. Поэтому, как ни странно, в английском языке тоже есть такая метафора. Это будет так. Which turns out to be. В принципе, этого можно было бы не делать. Это я извращаюсь. Здесь можно просто is. Но turns out лучше. Почему? Потому что оказывается. Которое оказывается кирпичиками, из которых выстроят. Вот так вот. И поэтому, как по мне, это точнее передает суть предложения. To be. А дальше a building block. Ни в коем случае не brick. И далее стена языковой коммуникации. Я не буду говорить о стене, потому что у меня стоит building block. И так понятно, что это какое-то строение. Может и не стена. Может здание. Это мы так говорим, стена. Поэтому я это опущу. И скажу целой. То есть кирпичиком всей языковой коммуникации. Of the whole. Дальше все просто. Несмотря на все страшные слова. Языковая коммуникация это тоже стандартная фраза. Лингвистик коммуникейшн. Лингвистик здесь обязательно. Потому что коммуникейшн может быть не только языковое. Поэтому это слово здесь нужно. И все. Дело сделано. Здесь я не буду заниматься вариантами. Потому что, честно говоря, других вариантов я даже не вижу. Как это сказать. Если вы видите, напишите в комментариях. Я буду только счастлива. И здесь я остановлюсь. Продолжение будет на следующий раз. У меня еще здесь одно предложение. И еще на другой странице еще два предложения. Поэтому еще есть что переводить. Скриншот всего этого будет по ссылке в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал.